Памятники архитектуры заслуженно считаются гордостью столицы Верхневолжья. В Твери нередко они формируют целые кварталы. Однако оборотной стороной медали является необходимость содержать их в хорошем состоянии, что очень недешево. Более того, нередко жильцы даже не очень хорошо себе представляют порядок действий для организации капремонта старинного дома. Дом номер 7 по Советской улице считается одним из старейших домов, так называемой, после пожарной Екатеринской застройки. Правда, тогда это была целая цепь, на самом деле, домов, о чем свидетельствуются вот эти вот входы в магазин, которые тогда были проездными арками. Вот одна арка, вот там другая. И тогда в этих домах жили достойнейшие люди Твери, купцы Святогорова, Лебединский и многие другие. Сейчас правотверичанам этот дом известен как дом, в котором проживал Островский. Когда-то это был действительно образцово-показательный дом, до революции, да и в советское время. Однако теперь времена изменились, и сейчас у этого дома очень большие проблемы. Цифра 1949 дает точную дату послевоенной перестройки бывших дореволюционных домов в единое здание. Судя по его внешнему виду, создается впечатление, что с тех пор этих стен не касалась ни рука штукатура, ни маляра. Уже во многих местах отвалились краска, лепнина, и этот процесс продолжается. Со стороны двора ведь также удручает. При этом жильцы отмечают, что проблема не только с фасадами. Если посмотреть на кровлю дома между подъездом седьмым и восьмым, то она протекает уже много лет. Это привело к тому, что две стены дома обрушаются, падают камни. Это представляет опасность для жильцов, потому что камни падают фактически на голову. И действительно, в углу уже лежит груда, вывалившаяся кирпичей. И никто не знает, когда и кому на голову упадет следующий. А люди, в отличие от этого кота, в случае чего под машины спрятаться не смогут. В управляющей компании нам рассказали, что договор на восстановление именно этого участка фасада уже заключен. И подрядчик ждет сухой погоды. Однако очевидно, что зданию требуется капитальный ремонт. И здесь инициативу должны проявить сами жильцы. В первую очередь жильцам нужно принять решение ответственное. Двумя третьими голосов от общего собрания собственников о проведении капитального ремонта. Дом включен в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Соответственно, нужно еще работать с главным управлением по охране культурного наследия. Они находятся у нас по Новоторской 10. Именно они выдают разрешение. При этом, помимо заявления о проведении капремонта, нужно предоставить туда большой пакет документов об авторском надзоре, о проведении научных исследований и многое другое. Кроме того, подрядчиком может быть только фирма, имеющая лицензию на работу с объектами культурного наследия. Словом, сделать собственникам квартир надо немало. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Можно, правда, ничего не делать и ждать, когда ремонтом займутся власти. Однако, по данным нашего телеканала, работы, например, по фасадам дома на Советской 7, запланированы только на 2032 год.